Всем привет! Сразу выражаю огромную вам благодарность за комментарии, лайки и просмотры. А также спасибо новым подписчикам за то, что даёте мне шанс. Надеюсь мой канал будет вам полезен и вы узнаете что-то новенькое. Огромное спасибо каналу Макс Дип. Я его смотрю уже не первый год и для меня было шоком, что он порекомендовал меня и так сказать пропиарил. Я неимоверно счастлив. Спасибо людям с никами bimaging.em, Егорчик, Ирбис и опять же MaxDip за донат. Вы приблизили наш канал к розыгрышу трёх лицензионных версий игры. Удачи вам ребята, вы самые лучшие. Вы находитесь на канале Минеру, с вами я Мишаня и в этом видео мы разберёмся как легко перенести и добавить объекты с одной карты на другую. Приятного аппетита тем кто ест, приятного просмотра. Погнали! Итак, первым делом загружаемся на карту, с которой хотим достать объекты. Я уже знаю что хочу достать, поэтому и переместился на карту Италию. А если быть конкретнее, то я хочу достать с неё лежачий полицейский, который очень хорошо выглядит. Ну и конечно же пару зданий тоже захватим с собой. Итак, карта загружена и давайте начнём. Как всегда переходим в режим редактирования нажатием клавиши F11. Далее в верхнем меню выбираем пункт View, Layouts и Default. Меню загружено и теперь выбираем объект. Нажимаем на него и запоминаем его название. Это очень нам сократит время поиска в будущем. Далее в правом меню находим пункт Shape Name и смотрим по какому пути находится наш объект. Также выберем пару зданий, запоминаем их название или же записываем где-нибудь. Сразу хочу заметить, что некоторые объекты, в частности дома, имеют несколько слоёв строения, поэтому необходимо запомнить название каждого элемента. А также некоторые объекты скреплены между собой и имеют огромную площадь. Это значит, что их разместить на другой карте будет проблематично, и лучше найти такой же объект, но не скреплённый с картой или же с другими объектами. Название и путь до объектов запомнили, теперь выходим из игры. Для удобства на рабочем столе создаём папку и называем её как вам хочется. Я использую конкретные названия, например Italia Object. Далее открываем папку с игрой. Следующая папка Content, Levels, далее архив с картой, из которой мы хотим достать объекты. Далее папка Levels, название карты, а дальше по пути, который мы смотрели в игре. В моём случае папка Arts и папка Shepes. Находим папку, в которой находятся все наши объекты, и перетаскиваем её в созданную нами папку на рабочем столе. Позже я расскажу, почему мы не вытащили конкретно нужные нам объекты. Возвращаемся в папку со всеми картами и открываем архив с картой, на которой хотим разместить объекты. Открываем папку Levels, далее название карты, далее Arts и Shepes. И переносим сюда нашу папку с объектами с рабочего стола. На этом всё. Закрываем все папки и запускаем игру. Почему же мы вытащили всю папку со всеми объектами карты? Большая часть этих объектов имеют несколько слоёв текстур. На одно здание их может быть десяток. Выискивать каждую текстуру будет занимать много времени и не факт, что они будут работать корректно. Вот поэтому мы вытащили все объекты и для этого мы запомнили название. После того, как мы запустили карту, на которой хотим разместить текстуры, мы, как всегда, переходим в режим редактирования клавишей F11. Закрываем все окна, если они имеются. И в верхнем меню находим пункт Windows, где выбираем пункт Asset Browser. Ждём загрузки меню. Далее в левом столбце находим папку Art. Далее Shepes и название нашей папки с текстурами. Напоминаю, в моём случае это Italia Object. Открываем и видим огромный список объектов. Вот тут нам и пригодится то, что мы запомнили название объектов. В верхней части этого меню находим строчку поиска с изображением лупы. Сюда мы и вводим название нашего объекта. Можно не полностью, а какую-то часть. Далее выбираем из списка наш объект формата DAI и перетаскиваем в удобное нам место. Теперь вы можете разместить его как угодно и куда угодно. Нам больше ничего делать не нужно. Коллизия, как эти текстуры, у него уже включены. Вот для этого мы и переносили всю папку с объектами. Давайте ещё перенесём здание, дабы убедиться, что всё работает. Для тех, кто не смотрел прошлые ролики, знайте, у всех моделей можно изменить размер. Для этого закрываем все окна и в верхнем меню выбираем пункт View, далее Layout и Depout. Далее нажимаем на объект, который хотим изменить, и в правом меню находим пункт Scale. Меняем эти значения. Тем самым мы меняем размер объекта по трем осям. Высота, ширина, длина. За счёт этого мы можем сделать очень маленький городок и почувствовать себя гигантом. Если вы не запомнили название объекта, то вы всегда можете просто навести на название и увидеть небольшое изображение данного объекта. Тем самым сможете подобрать нужный. Вот и всё. Ещё один вопрос решён. Надеюсь, это видео вам помогло. Играйте, фантазируйте. Не забывайте задавать вопросы. Мы всегда постараемся помочь вам в решении той или иной проблемы. Приятной вам игры, отличного настроения и всего самого наилучшего. Пока!